Чем ярче становится, это красноклассно, тем лучше не радует. А вот белый цвет металла свидетельствует о достижении той самой температуры, после которой он начинает плавиться. Отсюда и поговорка «довести до белого коленя», то есть до критической точки. Увидеть эту пословицу воочию доводится в наше время далеко не каждому, как и другие секреты кузнечного дела. Что такое бура? Зачем она нужна? Как пользоваться кресалом? И откуда получали огонь наши предки, не имея спичек и зажигалок? Ответы на эти вопросы не просто услышали, но и увидели все, пришедшие в кузницу к Михаилу Раткину в субботу. Мне очень интересно, и это на самом деле, мне нравится, как это сделано, потому что в руке лежит очень удобно. Мне вот здесь вот это все держится. Видел, видел, но в руках не держал вот первый раз. Мне нравится средневековье, все, как это сделано, как бои, все такое. И мечи, естественно, хотелось бы увидеть, как это делается, и в руках, конечно, подержать. Известно очень мало. Почему бы не узнать об этом чуть больше? Интересно узнать, откуда, собственно, пошло. Все-таки вживую оружие, оно совсем не такое, как в ружке. Атмосфера в кузнице действительно впечатляет. Здесь и щит, и шлем, и другая атрибутика, словно из музея. Даже средневековые мечи, вернее, стилизованные, с примесью фантазии автора кузнеца. А вот то, что в этот день Михаил начинает делать в рамках выходного мастер-класса, это реплика самого настоящего средневекового меча. Оригинал хранится в музее в Норвегии. А вот точную копию с соблюдением всех технологических этапов создадут в Рязани. Это сложный композитный меч, сваренный, то есть домаскированным домом, сваренный из нескольких сталей. Здесь идет сочетание двух разных сталей, ну то есть, проще говоря, стали из железа. То есть, железо гибкое и не твердое. Сталь, наоборот, твердая и хрупкая, которая ломалась. А композит из стали и железа позволял и гнуться, и резать, и не ломаться. Это статусная вещь, скорее всего, она принадлежала какому-то знатному воину, князю, конангу. До конечного результата далеко, пара месяцев. О том, что получится у Михаила и ребят-школьников, мы обязательно расскажем. И этот меч станет некой тренировкой, разминкой перед другим масштабным проектом, о котором наша телекомпания непременно расскажет. Следите за нашими новостями.